Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео мы будем с вами разбирать видео В этом видео, видео, короче какая-то автология Канала Телблокнет Недавно, а именно где-то две недели назад, данный канал выпустил видео под названием PlayStation против Xbox Где якобы канал ставит точку над тем, что же лучше, PlayStation или Xbox Я как человек, более-менее шарящий в этой теме, хотел бы разобрать этот видос и рассказать людям о том, в чем автор ошибся Опять же, каких-то претензий к автору не имею, все могут ошибаться, но видос больше похож на рекламу, нежели на реальное сравнение консолей Но это лишь мое мнение, я не знаю, платили или не платили Так, ну просто так кажется В данном видео было всего три раунда, а именно эксклюзивы, по-моему, функционал и цены Кто победил, вы посмотрите в конце ролика, но если вы вдруг хотите посмотреть полное видео и убедиться, что я фразы не вырезал с контекста Просто переходите в комментарии, я оставлю ссылочку на этот видос Сейчас мы будем, собственно, смотреть данное видео, я буду останавливаться, комментировать и говорить, что так, а что не так Давайте начнем Кстати, если что, Телблок это канал миллионик, 4-2 миллиона, блин, это тут на самом деле опасно ошибаться Погнали, раунд один, эксклюзивы Раунд один, эксклюзивы Любой человек покупает консоль далеко не ради PUBG'ов и Mortal Kombat'ов, в которые можно зарубиться на любом калькуляторе Главная вещь, которая действительно толкает к покупке, оригинальные игрухи, доступные только на той или иной приставке Особенно слюнки текут после крутых выставок типа E3 и Gamescom Ты смотришь трансляцию, офигеваешь от нового трейлера и бежишь клянчить у родаков деньги на консоль Ну или продолжаешь умываться слезами, глядя на свой старенький корпус с пенсиумом внутри Лишь яркие хейтеры Sony не видят один простой факт На блоке эксклюзивов просто вагон При этом каждый круче предыдущего Да только за последнее время для PlayStation выкатили вторую часть The Last of Us Стоп, выкатили Last of Us 2? Если не ошибаюсь, да даже по-моему дату выхода этой игры не называли А тут уже сказано, что она вышла Как минимум, странно, окей Ghost of Tsushima, Spider-Man, 4-ый God of War, Days Gone и всякие Final Fantasy для японского рынка А что есть у Xbox? Разве что Halo, который популярен только среди пиндосов А у нас о нем никто особо и не слышал Отчасти здесь он прав, поскольку, да, действительно, в Америке это все же популярнее франшизы, нежели у нас Но чтобы в России никто не слышал о Halo, тут я на самом деле не согласен Тем более, когда Master Chief Collection сейчас выйдет на ПК О Halo многие услышат и услышали уже на самом-то деле И как бы называть ее непопулярной франшизой в России можно Но не сказать, что о ней вообще не слышали И тут как бы о Halo слышали, и это действительно годный эксклюзив Вот как раз-таки многие об этом и слышали, что это годный эксклюзив Xbox Идем дальше Ну еще Forza неплохая, но у Плоки есть Gran Turismo и Drive Club, которые во многом круче и продуманнее Серьезно? То есть Gran Turismo и Drive Club, они намного лучше, чем Forza? Ну не знаю, не знаю, как ты так решил и там подобное Но на самом деле, но если я не ошибаюсь, то два года подряд Forza занимала первое место по лучшей гонке года И сказать, что Drive Club и туризм ее обгоняют Ну тут на самом деле лишь на вкус и цвет А так, если объективно, по рейтингам и так далее, то Forza будет намного круче Тем более, есть Forza Horizon и есть Forza Motorsport Что в принципе разные игры, я не знаю, какую здесь имели в виду И как бы, ну... Forza это, я скажу вам, одна из игр, из-за которых реально хотят купить Xbox Прямо реально, потому что это, ну, реально шикарная серия игр Идем дальше Зато я знатно проорал с трейлера третьего Крэкдауна для Xbox С угольком из рекламы Old Spice в главной роли Какой пиар, такие и игры Ну а что, фанаты коробки могут ответить на такие хиты, как Detroit Become Human? 28 ударов ножом! Ты действовал наверняка, да? Horizon Zero Dawn и Uncharted Только тыкать владельцев плойки носом в графоне и рофли с неудачной фотки Дрейка Я не спорю, у Microsoft есть действительно крутая серия Gears of War и второй Fable Только последние ему уже больше 10 лет А из последнего разве что Quantum Break можно вспомнить И Капхи, да, и то последнего не так давно на халяву раздавали в Epic Story всем желающим Круче говоря, в первом раунде Microsoft почти в сухую проигрывает Sony Так что PlayStation 1 балл, Xbox 0 баллов Так, ну раунд один закончился, надо дать комментарий И если вы реально шарите в консолях, то вы, наверное, усомнились, почему у Xbox не были озвучены такие эксклюзивы Как Record, Sunset Overdrive, Rise, не сказали про Killer Instinct Если, в принципе, так посмотреть на список эксклюзивов Xbox, то выйдет так все-таки достаточно большой список Да, он будет меньше Ага-ха-ха-ха, у Xbox нет эксклюзивов, скажете вы Хорошо, немножко по-другому скажу Игры, в которые вы не поиграете на PlayStation 4 Вот и таких игр как бы достаточно, но да, их действительно меньше, тут спора нет То, что выиграла Sony, насчет эксклюзивов, я в целом согласен, поскольку у нее намного больше именно АА-проектов И больше игр, объективно, лучших Вот тот же Good of War, это, грубо говоря, игра года и серия Uncharted у них классная Но чтобы говорить, что у Xbox вообще практически нет эксклюзивных игр, ну это бред Тем более, нахрена было вписывать туда Fable 2? И вообще, на самом деле, не помню, чтобы Cuphead раздавали в Epic Store Вот он есть в Steam, да, но в Epic Store я не помню, чтобы он был и чтобы его как-то там раздавали Но если уже затронули тему Epic Store То можно сказать, что и Heavy Rain с Detroit тоже слили в Epic Store, если кто-то не знал Да, их можно поиграть на ПК Ну и это так, к слову Дальше у нас идет раунд 2, а именно функционал, давайте смотреть Раунд 2. Функционал Если с эксклюзивами все понятно, то по части возможностей далеко не так однозначно Причем сейчас речь не об играх, иначе какого-лишего консолей назывались бы игровыми На плойке есть крутая фича, позволяющая одновременно и в батлу рубиться и стримить все это дело на Твиче или Ютубчике Никаких карт захвата и прочей шляпы Просто задаешь название своей трансляции, выбираешь качество потока, а заодно опционально включаешь остроумные комменты к событиям И все, ты в эфире Вторая крутая фишка – SharePlay Чтобы рубиться с кентом в одну игру вдвоем, даже если он ее не купил Тупо кидаешь ему запрос через кнопку Share, он подтверждает и вперед Главное, чтобы игрушка поддерживала кооператив на мультиплеер Нормальный варик экономить бабки Как-то Олег и сказал в своем видосе довольно интересную вещь про сравнение двух консолей И действительно, я когда впервые сел за чудо под названием Xbox, долго пытался вникнуть, куда заходить, что нажимать и зачем оно вообще надо А потом как-то привык и оказалось, что приставка вполне себе юзабельная и даже по-своему интересна Да и возможностей кастомизации тут откровенно побольше И цвет плиток, и картинка на фоне, и даже разделение экрана запилили Да, на плойке это тоже можно сделать, но через лютые костыли с флешкой и компом В падлу заморачиваться А функционал телека в коробке вообще доведен почти до идеала Представители Microsoft на презентации Xbox One несколько раз делали на этом акцент Жаль только, что за пределы штатов эти фичи не зашли Но кто знает, возможно в скором времени придут приятные новости для пользователей из России Потому что упор там сделан на сервисы кино, интернета и телевидения Которые традиционно не работают дальше Америки При покупке коробки со старта дают бесплатную подписку Xbox Pass, Xbox Gold И до кучи впаривают и Акес с приличной скидкой, чтобы ты спокойно играл Акес? Аксесс Ну, это так слово, это я просто придрался И это я еще не сказал про обратную совместимость с играми с вашего старого Xbox В общем-то, Xbox гораздо лояльнее на стадии ознакомления с консолью, нежели PlayStation В плойке тоже есть PS Plus, но с ним возникает головняк Во-первых, дорого, во-вторых, надо писать, что тебе есть 18 Иначе похеришь кучу годных игр с раздачей, которых по 6 штук в месяц выдают В противном случае все годные проекты 18 Plus себе будут недоступны Обе консоли также поддерживают голосовое общение и видеоконфу И если для коробки это каноничный скайп, куда ж без него То у плойки он по-дебильному называется тусовка Если подвести итог, то ни у одной приставки нет явных преимуществ по части возможности Так что можно накинуть по очку каждому кандидату И результат батла следующий PlayStation 2 балла, Xbox 1 балл Многие, наверное, обладатели Xbox и PlayStation офигели Почему-то у PlayStation не была озвучена такой функцией, как Remote to Play Это реально годная функция, когда ты можешь передать игру на свой телефон или на ПК Действительно прикольная, и этой функции нет у Xbox Но у Xbox есть также стрим Я не знаю, почему он не сказал, что у Xbox тоже можно стримить Да, там нет YouTube, а там можно стримить только лишь на Mixer или на Twitch Также, как и у PlayStation 4, у Xbox есть внутренняя голосовая команда А именно, просто называется команда, это, грубо говоря, аналог тусовки И, честно сказать, я не знаю ни одного человека, который на Xbox пользуется скайпом Если есть среди вас такие люди, то напишите об этом в комментариях Это прям, наверное, олды-олды И странно, что он у Xbox не упомянул, я не знаю, тот же FC клиент Насчет FC клиента У Xbox есть приложение, которое позволяет вам смотреть фильмы с торрентов, не скачивая И совершенно бесплатно вы находите фильм Включаете его и смотрите Но почему-то об этом не было сказано По функциональности в любом случае тут побеждает Xbox Поскольку он был ориентирован там вот на функциональность, на медиа и тому подобное Да, в России, грубо говоря, не реализована поддержка ТВ Но, как по мне, и все-таки объективно, если уж судить Я не знаю, каким образом он отдал 1-1 Но пофиг, давайте идем дальше 3. Цена Характеристики это, конечно, хорошо Но многие в первую очередь ориентируются на количество бабок, которые придется потратить Чтобы ворваться в элиту игрового сообщества и раздавать пощам в мультиплеере Если ты подумал, что плойка настолько популярна тупо потому, что она дешевая То погоди, сейчас самая доступная Slim-версия PlayStation на 500 гигов И с одним геймпадом обойдется где-то около 18 тысяч И за эти бабки ты получишь только консоль, убогую гарнитуру для одного уха и HDMI для подключения к телеку или монитору А все остальные плюхи типа подписок на PS Plus и прочий контент уже будь добр покупай отдельно А как ты хотел? Прям как с айфоном, нормальная зарядка наушники и чехольчики за оверпрайс и на отдельный чек Хотя за 22 косаря уже доступен вполне себе крутой бандл с двумя геймпадами Тремя эксклюзивами и халявной подпиской на PS Plus на целых 3 месяца Ну и винт уже на терабайт Учитывая, что консоль автоматом отжирает 100 гигов только под одну операционку Лишняя память точно не помешает Минимальная Pro-версия Соньки с более крутым железом, предназначенным для рубилого на 4К телеки Выйдет тебе плюс-минус 26 косарей А еще подписочка, второй геймпад где-то за трешку Плюс беспроводная зарядка на полторы и пара-тройка нестыдных игрушек Короче, накапывают уже далеко не самый скромный ценник Но даже в этом случае получается дешевле, чем собрать игровой комп А че там Xbox? Как ни странно, Slim-версия, то есть One S, стоит на троях дешевле А точнее 15 кусков Правда, в комплекте нет гарнитуры Но ты все равно ее выкинешь и всунешь в свои наушники Потому что они тупо лучше И прикол в том, что базовая комплектуха уже идет с терабайтным винтом А не унылым огрызком на 500 гигов А если искать что-то более вменяемое То за 19 косарей есть варик с пятью игрухами Месячными подписками Game Pass и Life Gold И еще по мелочи Но придется отдать еще три куска за второй геймпад И получится цена того же комплекта плойки Вы не заметили, что как бы он сравнить бандлы Но почему-то к Xbox он плюсанул второй геймпад И выровнял цену комплектов Хотя комплект с PlayStation там все-таки был один геймпад Что за странное сравнение Ладно, давайте идем дальше, пофиг Но можно упороться и заказать элитный Joy Сдвижем настройки дополнительными кнопками всего лишь за девять шток Проха стартует от 27к И то надо еще поискать Потому что их постоянно нет в продаже Так, стоп Я сначала не понял, что за Проха Но теперь очухался Видимо он Прохой назвал Xbox One X Да, это действительно аналог Прохи Но все-таки X-версия она называется Ну это так, слово Я опять придираюсь И честно, я ни разу не слышал, чтобы Xbox One X не было в продаже Ну это какой-то нонсенс Это вот Я просто не понимаю, откуда он такую информацию берет Всегда Xbox One X есть на прилавках И его вообще не тяжело найти Он есть везде и всегда практически И опять же вопрос Ну где ты взял такую инфу, скажи мне? Нафиг надо, если все постоянно спрашивают плойку Вот скажем так, паритет, не прикопаешься А что по играм? Ты же не будешь всю жизнь рубиться в богом забытые и унылые платформеры Большинство игрушек для плойки во многих случаях стоят даже дешевле, чем на коробку Надо же как-то аудиторию привлекать Плюс в PS Store постоянно творятся просто лютые распродажи А урвать годноту по скидке можно чуть ли не каждый месяц Только бабло заноси И ты будешь заносить, потому что эксклюзивы здесь действительно топовые На крайняк можно скинуться с другом и зарубиться по SharePlay Главное, чтобы пополам заплатили, а не ты один был меценатом Но там уже между собой разберетесь Да и подписка на PS Plus стоит 500 рублей в месяц А Xbox Gold аж на сотку дороже И то в продаже доступны только карты на 3 месяца Так что в этом раунде Sony с минимальным перевесом, но вырывает победу И итоговый результат батла PlayStation Так, ну я думаю вы поняли смысл данного видеоролика И так же как я досмотрели его до этого момента Ну в третьем раунде Это полный бред Это, знаете, мне после третьего раунда Еще больше показалось, что это реклама Поскольку я не знаю каким образом В цене победила плойка Если в принципе перевес был На сторону Xbox Консоль там меньше стоит Я не знаю зачем он плюсанул еще один геймпад И якобы уравнял цену Ну это вообще бред Во втором раунде он сказал, что PlayStation Plus он все-таки дороже Но потом выясняется, что на месяц он на сотку дешевле Как идет сравнение, я не очень понимаю Тут еще было сказано, что игры на плойку стоят дешевле, чем на Xbox Это брехня полная Отчасти, поскольку Есть игры мультиплатформенные Которые стоят дешевле на PlayStation Но есть и такие случаи, когда игры на Xbox в мультиплатформе Стоят дешевле, чем на PlayStation 4 Поэтому тут нужно сравнить конкретную игру Тем более, если смотреть вообще объективно и вообще все игры То Xbox перевел Стор в доллары, что позволяет покупать За счет курса немножко дешевле Там на сотку, на две сотки меньше, чем Вы покупаете в PlayStation И если что, на Xbox также предлагают Каждую неделю новые скидки И там также есть распродажа И опять же, если сравнить цены эксклюзивов То у Xbox скорее всего будет выгоднее Поскольку там есть подписка Xbox Game Pass Из-за которой ты можешь там получить все эксклюзивы Практически, ну, только за цену подписки Об этом не было сказано Хотя, в принципе, видос вышел недавно И об этом можно было сказать Знаете, мне на самом деле пофиг, кто выиграл Но, вот, грубо говоря, если этот канал Типа объективный и типа якобы ставит точку То есть он, грубо говоря, неподкупный И субъективный и тому подобное То это бред, на самом деле Поскольку здесь много что не учтено И, в принципе, сравнение, оно какое-то неправильное Оно нечестное И могу подытожить, что Телблокнет Либо не разбирается в консольной ситуации Либо же это был просто рекламный ролик Чтобы показать, что PlayStation 4 намного лучше, чем Xbox Но, ребят, хочу вас призывать Никогда не слушать данные сравнения Поскольку лучше решайте сами Какая консоль лучше, какая хуже Потому что нельзя сказать Какая лучше, какая хуже Потому что каждая консоль хороша по-своему Там и там есть плюсы и минусы И они всегда колеблются Практически они всегда равны И вот такие недоговорки Они, грубо говоря, лишь сбивают людей с толку И напрямую говорят Купи лучше PlayStation, а не Xbox Но, если это действительно реклама То Sony молодцы, что заказывают рекламу И молодцы, что таким образом пиарят свой проект Доктор, действительно, круто Маки в этом случае вообще ничего не делают На этом, ребят, у меня все Большое спасибо вам за просмотр Если понравилось такое видос Ставьте лайки, комментируйте Подписывайтесь на канал И пишите мнение о канале Телблокнет Что вы о нем думаете Опять же, каждый может ошибаться Но в данном ролике он капец как ошибся У меня все Еще раз большое спасибо за просмотр До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok